В начале марта 1955 года в Калине начинается вещание центрального телевидения. Первая в городе, 64-метровая башня, появилась на полнице Волгарского 23. Сейчас это улица Андрея Деменовна. Прошло 65 лет, и теперь эта башня можно назвать музейным экспонатом областного радиотелевизионного передающего центра. В 50-е годы в здании рядом с мачтой установили передатчик. Это бывшее здание электросвязи, которое располагается на улице святого благоверного князя Михаила Тверского. Здесь установлены мемориальные доски, где указаны основные исторические даты. Это начало радиовещания в 1926 году и вещание телевизионного. Планировалось в 1952 году постановлением Совета Министра построить сеть кабельную и соединить город Москву и город Ленинград. Когда начали строить эту кабельную линию, выяснилось, что мощности этого медного кабеля не хватает для того, чтобы пропустить сигнал до города Ленинграда. И только в 1962 году московские программы появились в Ленинграде. Но в 1952 году было выяснено, что сигнал, достаточный для трансляции, находится в городе Твери. Поэтому было принято решение быстренько построить телевизионную башню, смонтировать передатчик и запустить его в эфир. Город Калинин, так называли Тверь, можно назвать первопроходцем. В минувшем столетии именно он становится родиной кабельного телевидения. В 1952 году трансляции кабельного ТВ принимают сразу в двух домах. Количество абонентов 52. Эти программы после рабочей смены с удовольствием также смотрели сотрудники областного управления связи. После 1955 года, когда начались трансляции программ центрального телевидения, рождается новый термин – общероссийское телевидение. Телевидение развивалось по стране по-разному. Естественно, на Дальнем Востоке, где не было телекоммуникационных линий, где не было возможности передать сигнал, развивались собственные студии, независимые такие, как, допустим, ваша студия. Строили свои программы, запускали передачки. Но все это было позже, позже 1955 года. То есть Тверь была первая. Не просто, как говорится, первый передатчик, а первый передатчик, транслирующий программу центральной студии телевидения. В период становления Министерство связи Советского Союза и Калининский облсполком рассматривали вопрос о многопрограммном телевидении в городе, что было невозможно при имеющейся вышке высотой 64 метра и планируемых мощностях. Поэтому в 1968 году было принято решение о строительстве новой станции в деревне Андрианово Калининской области. 5 апреля 1973 года новая станция была введена в эксплуатацию. В детстве, в это время, были установлены два мощных передатчика для вещания первого и второго телевидения программ, как в то время они назывались. Мощность передатчика была каждого по 5 каловатт. Передатчики были все отечественные производства, советские, но оборудование было ламповое. То есть это самое начало, самое начало становления. Вот этой станции, которая сейчас в Андрианово, да. Для передачи сигнала на территории станции Андрианово была возведена 130-метровая мачта и установлены передатчики. После чего появилась возможность слушать Радио России, Маяк и смотреть телевизионные каналы ОТР и РТР. В процессе технического переоснащения станция стала производственной лабораторией Тверского РТПЦ. Ветераны с ностальгии вспоминают период становления, когда только начинали здесь работать. Да и вообще, история передающего центра – это прежде всего люди, кто своими руками прокладывал путь теле- и радиосигналу. Когда открылся цех на улице Вакжаново, там построили новую мачту. И сколько там этого металлолома на своих руках приходилось таскать, с нуля собирать эти передатчики, запускать, настраивать. Старшее поколение наряду уже с молодыми специалистами продолжают работать и выполнять поставленные задачи. Александр Щербацевич стал начальником лаборатории в 2003 году. Вместе со своей командой меняли ламповые передатчики на транзисторные по всей области. Принимали участие в создании земной спутниковой передающей станции, через которую вещали программы ГТРК «Тверь» и «Радио России». Сегодня задача производственной лаборатории Вандрианово – это бесперебойная передача цифровых телевизионных программ по всей области. Мы выполняем функции. Первое – это измерение цифровых передатчиков, настройка, проведение технического обслуживания, обслуживание антенномачтовых сооружений, то есть антенн непосредственно и металлоконструкции. Также производим измерения СФМ-зон по всей области. Вот мы в 2017 году проводили измерение зоны верного приема первого мультиплекса по всей области. В 2018 году мы проводили измерение второго мультиплекса по всей области. Ну а уже в 2018 году, естественно, уже включили второй мультиплекс. Вот такие вот основные задачи, которые… Ну еще непосредственно, конечно же, и ремонт. Как и все технические средства, имеют свойство выходить из строя по различным причинам. Также производство лаборатории занимается и ремонтом технических средств. А Вышка сейчас какую функцию выполняет? В данный момент это 130-метровая мачта. Ну здесь только уже расположены сотовые связи. В общем, никакого здесь вещания нашего уже нет. Это все перенесено на башню Вакжанова. Сейчас центр на улице Вакжанова называют сердцем ОРТПЦ, где нам тоже удалось побывать в процессе съемок. Здесь находится сердце Тверского ОРТПЦ, которое осуществляет мониторинг, контроль и управление всей сетью цифрового телевидения Тверской области. Вот перед вами, как говорится, стоит карта, на которой видно 39 объектов эфирного цифрового телевидения. Они все в рабочем состоянии. Более детальная карта, как говорится, где расписана. Все в зеленом свете. Это говорит о том, что безупречно работает вся сеть. В том числе, значит, на территорию всей Тверской области транслируется и ваша программа. В 2011 году в Твери транслировалось всего 14 программ. В районах области работало только 4, 2 или вообще одна программа. В целом территория Тверской области 84 квадратных километра. Это самая большая область в Центральном федеральном округе. Здесь располагается 9 тысяч населенных пунктов. И везде должно быть телевидение. И для того, чтобы доставить эти программы, представьте себе, до 9 тысяч населенных пунктов была построена вот эта сеть из 39 объектов. Сегодня 100% населения Тверской области имеет возможность смотреть 20 программ общероссийских, государственных, что заложено и в программе, и в постановлениях правительства, и в указе президента. Переход на цифровое вещание разделили на несколько этапов. 7 лет назад, когда в структуру пришел Артем Давыденко, сейчас это главный инженер филиала РТРС Тверской ОРТПЦ, полностью функционировала аналоговая сеть телерадиовещания. Но в то же время велось строительство цифровой сети. Приближалась новая эра. Эксплуатация цифровой сети отличается немножко от аналоговой сети. Вся сеть полностью контролируется, управляется. Есть достаточное обеспечение резервом. Все основные параметры эфирной трансляции выведены у наших дежурных. Дежурные смены постоянно контролируют, видят все неисправности, если они возникают. Цифровое вещание – это новая ступень развития. И основное отличие цифрового вещания от аналогового в том, что оно многопрограммное. Основное отличие цифрового фирмного телевизия от аналогового – это количество программ. То есть цифровое телевидение – это программ. Если раньше население было доступно до пяти телеканалов, то после запуска в сети второго мультиплекса почти 100% населения получило возможность смотреть в цифровом качестве 20 телеканалов. Кроме этого, после запуска в сети первого мультиплекса, второго мультиплекса внедрялись дополнительные услуги как для вещательных компаний, так и для населения. Например, вещательные компании получили возможность вставки своих сигналов, то есть оригинального наполнения. Это каналы ВГТРК, а недавно это телеканалы ТЭР. Кроме этого, в Тверском сегменте, это 13 телерадиопередающих станций, была организована возможность трансляции рекламных вставок в сигнале телеканала первого мультиплекса и в каналах второго мультиплекса. Четыре канала в первом и шесть канала в втором. В передающем центре города Твери специалисты ведут круглосуточный мониторинг ситуации и отвечают за бесперебойную работу всей системы. Мы обеспечиваем бесперебойность работы технических средств, цифрового и аналогового телеканала. Три канала, которые на данный момент остались. Disney, MeshTV, U и 14 радиовещательных передатчиков, которые находятся у нас и работают в нашем цеху. То есть вы видели нашу смену, которая обеспечивает и контролирует весь процесс работы технических средств в 39 цифровых объектах. Если что-то случается, у нас, соответственно, есть аварийно-профилактическая группа, которая выезжает. Если дистанционную мы не можем устранить, то тогда, соответственно, уже выезжает на объект. Сотрудники АПГ устраняют неисправности. В структуру ОРТПЦ входят станции, расположенные на территории Тверской области. Мы побывали в деревне Козловцы Сележаровского района. 1 ноября 1971 года состоялся пуск Сележаровской радиотелепередающей станции. На 350 метров взметнулась ажурная вышка. В аппаратных залах был установлен передатчик «Лен-50». Новое оборудование начинают осваивать специалисты и выстраивать систему работы. Александр Венедиктов начал свою трудовую историю в структуре ОРТПЦ в 1971 году. Тогда он работал на радиорылейной линии. И вот радиорылейная линия шла из Торжка, Торжок, Кувшинова, Головинской горки, Лихославль, Сележарова. И еще осташка была вот эта линия. Ну, в 1971 году вот сигнал сюда первые мы подали. Передатчик был смонтированный, мощный. 50 киловатт по каналу изображения и 25 по звуку. И сразу охват населения в общем-то в районе. В семи районах области нас смотрели. То есть это был такой прорыв? Прорыв, да. Ну и потом дальше, там дальше развитие пошло. 84-й, второй канал запустили, сильный такой, тоже мощный передатчик. Хотя меньше, чем по первому. Ну, 5 киловатт вначале было, а потом то же самое. 50 киловатт в 89-м году смонтировали. И вот это развитие так шло и шло. В 1987 году Александр Федорович становится руководителем станции в деревне Козловцы. На этой должности отработал 30 лет. Вспоминая свой трудовой путь, невольно улыбается. Это была молодость. Все горели идеей привести сигнал и доставить его в каждый дом. Ну, тут, конечно, все это общее. Тут кроме телевидения еще было и, так скажем, это обособленное предприятие. Тут своя инфраструктура. Тут котельная, тут и автомобили, люди, дома. Кроме этого, жилых два дома у нас там. Ну, и все были полностью заселены. Народа было очень много. Теперь осталось 8 человек. Вместе с Александром Венедиктовым развивал телерадиовещание и Николай Берников. Он приехал на станцию в Козловце в 1972 году. Начал с монтажера и за годы трудовой деятельности заслужил до заместителя станции. Рассказывая о своей работе, вспоминаю первый передатчик «Лен-50». Говорит, что он был недостаточно проработан, постоянно выходил из строя. Для обслуживания оборудования были созданы специальные группы по три человека, которые занимались только одним передатчиком. Приходилось перебирать, разбирать и настраивать. В результате именно этой группе, в которую входил и Николай Максимович, удалось усовершенствовать тот самый «Лен-50». В период становления развивалась инфраструктура вокруг станции. Мне здесь понравилось, тут мы еще были холостые, коллектив понравился, и я так остался. И вся жизнь прошла на этой станции. Сколько лет вы отработали? 46 лет. Вот основная задача, которую вы выполняли, работая здесь, основная задача, которая стояла перед всем коллективом? Ну, мы всем занимались, потому что надо было оборудовать, чтобы, во-первых, мы основной тут передатчиком много времени занимались, а потом, значит, жизнь создавали, у нас был как-то такой создан коллектив нормальный, даже у нас была кинопередвижка, там здание есть, там был клуб у нас, библиотека была, значит, ну, народу много было, у нас тут где-то работало 56 человек. Можно сказать, что сотрудники не покидали боевой пост. Семьи жили в домах рядом с работой и приходили в любое время дня и ночи. Главной задачей было обеспечение бесперебойной работы станции. Вот остались все воспоминания о коллективе. Был коллектив настоящий, ну, это очень другое. И самое смешное, вот когда позанимаемся, ну, там, часто уходим в ночь, ну, днем-то не особенно, там, поработаешь. То есть ночью от работы, утром встречаемся, ну, там, посидим в гостинице у нас там, сядем. И в чем говорить? Опять о передаче говорим. А что мы как-то... Ветераны до сих пор в строю. Они передают свой опыт молодежи и являются помощниками сегодняшнему руководителю Андрею Цветкову, по словам которого сейчас средний возраст сотрудников, работающих на станции, 25 лет. Теперь для управления современным оборудованием необходимо хорошо владеть компьютером и знать современные технологии. На данном этапе у нас находятся следующие технические средства. Это новейший передатчик Томпсон и новейший передатчик очистного производства Полярис, который производится у нас в стране. Также существует и также радиопередатчик в FM-диапазоне, который пришел на смену УКВ-диапазона у нас в стране. Передатчик Томпсон здесь называют капризным французом. Он обеспечивает 10 каналов второго мультиплекса. Русский передатчик Полярис обеспечивает 10 каналов первого мультиплекса. Такие мощные 5-киловаттные передатчики работают на станции в Максатихе и деревне Козловце. За работой оборудования следят специалисты в комнате управления и контроля. Зона охвата у нас значительная в нашей телестанции. Это Сележаровский район, Пеновский, часть Пеновского района, часть Андреапольского района, Асташевский район, Кувшиновский район, часть Торжокского, часть Старецкого района. Цифровизация захватила мир телевидения. И теперь старички, аналоговые передатчики стали телевизионным прошлым, о котором подробнее можно узнать, посетив Центр корпоративной культуры и исторического наследия. Или, как его еще называют, музей связи. Здесь собрано более 2000 экспонатов. Посетив экспозицию, можно узнать о том, как развивалась связь и телевидение в период с 1884 по 1994 год. Отдельное место отведено запуску цифрового вещания. История современных средств связи начинается с почты. Больше 100 лет почта и связь, это было вообще единое предприятие на Тверской земле. В разделе, где можно проследить все этапы развития почтовой связи, среди экспонатов есть даже грамоты, подписанные Иваном Третьим. Ведь в то время нельзя было выехать из одной губернии в другую без грамоты, подписанной государем. Пройдя по экспозиции музея, можно узнать о том, как проходило становление радиотелеграфной станции в период с 1914 по 1926 годы. Наше внимание привлек еще один удивительный экспонат. Это патефон. Его удалось сохранить в рабочем состоянии. Особенно популярными патефоны были в первой половине 20 века. В этот период начинает развиваться и радио. В музее мы смогли проследить, как трансформировались радиоприемники. Следующий раздел посвящен телевещанию. Здесь представлены раритетные модели телевизоров и фотографии. Просматривая снимки, мы видим, как начиналась история телерадиовещания в области. Среди экспонатов особое внимание привлекает макет вышки. Это нам подарили работники УРТПЦ. Любезно. Вот. То есть вот это она. Один из 100 сделан в масштабе. То есть вышка 160 метров высотой антенной опора. Мачта на Вакжаново была установлена в связи с развитием в Твери многопрограммного телевидения. В 2001 году было принято решение начать строительство башни. И в ноябре 2003 года данный объект был запущен в эксплуатацию. 28 марта 2013 в Твери на телевизионной башне, расположенной на улице Вакжаново, заработал новый передатчик. Это означало, что началась новая эра цифрового вещания. До конца того же 2013 в эфир вышли 15 реконструированных объектов и в других районах области. Первые два этапа федеральной программы развития радиовещания в Российской Федерации на территории нашего региона были успешно завершены. Третий этап программы завершился в октябре 2014, когда в области были сданы в эксплуатацию 24 новых объекта системы ОРТПЦ. Вся наземная сеть телевещания была построена. Благодаря этому программы первого мультиплекса стали доступны населению нашего региона. Тверская область первая отключила аналоговое телевидение и первая запустила цифровое вещание. Огромная подготовительная работа была проведена не только всей службой российской радиотелевизионной сети, но и коллективом областного радиотелевизионного передающего центра. Люди, которые сегодня сидят перед вами, они активно участвовали в построении всей этой сети. Да, это трудоемкий процесс, но я могу сказать, что еще с 2007 по 2011 год здесь, в том зале передатчиков, которые были, тогда передатчиков не было этих цифровых, проходили большие эксперименты по выбору и стандартов вещания. И по типу оборудования и все прочее. И вы знаете, наверное, и слышали, что программа цифровизации России начала работать с 2009 года. А в 2011 году, по результатам экспериментов, которые проходили здесь, на территории Тверского ОРТОПЦ, было принято решение правительства, что перевести весь стандарт вещания и стандарта ДБТ в стандарт ДБТ-2. То есть тот стандарт, который позволяет, как говорится, увеличить и качество, и количество программ, увеличить дальность действий, как говорится, передатчиков. То есть в этом мы тоже были одни из первых. С 2011 года по всей России передатчики Т были выключены, и началось строительство сети. Поэтому Тверской области было дано право первыми запустить цифровое вещание. Переход на цифру прошел успешно. Сегодня три программы радио и 20 программ телевидения с фресками местных телекомпаний смотрит все население Тверской области. На этом развитие не заканчивается. Специалисты областного радиотелевизионного передающего центра идут в ногу со временем и всегда готовы к освоению нового. По всей стране включена в работу программа цифровая экономика. Вы прекрасно понимаете, что объекты, которые находятся на территории Тверской области, могут являться фрагментами той большой сети, телекоммуникационной, цифровой, которая может обеспечить создание этой платформы цифровой. То есть платформы, благодаря которой будет осуществляться раздача или доступ населения Тверской области к той или иной услуге. Это может быть и проводная технология интернета, это может быть и радиодоступ, ну и многое другое. Благодаря профессионализму коллектива Тверского ОРТПЦ система телевещания успешно развивается и дает уверенный сигнал.